Всем здравствуйте! Сегодня мы испечем пиццу с овощами. Для приготовления нам понадобится для теста 400 грамм муки, 250 миллилитров воды, сахар, соль, дрожжи и растительное масло. Для начинки я буду использовать баклажан, болгарский перец, помидор, небольшой кусочек сыра нам понадобится, грибы, зубчик чеснока, также нам нужна будет зелень базилика, черный молотый перец, томатный кетчуп, майонез и растительное масло. Для начала займемся тестом. Приготовление теста начнем с приготовления опары. Для этого выливаем в миску теплую воду. Температура воды приблизительно 36-37 градусов. Добавляем 2 чайных ложки сахара, столовую ложку дрожжей и 3-4 ложки муки. Все хорошо перемешаем и подождем, пока дрожжи начнут играть. Когда на паре поднимется шапочка, продолжаем замешивать тесто. Добавляем пол чайной ложки соли, 2 столовых ложки растительного масла. Высыпаем муку и замешиваем тесто. Такое мягкое, пластичное, не сильно тугое тесто должно у нас получиться. Накрываем тесто с тестом, полотенцем и подождем, пока тесто хорошо подойдет. Пока подходит тесто, займемся начинкой. Баклажаны нарезаем полукольцами. Слегка присаливаем и теперь баклажаны нужно подвергнуть тепловой обработке. Можно сделать это при помощи микроволновки или отправить баклажаны минут на 5-7 в разогретую духовку. Я обычно баклажаны слегка припускаю в сковороде. Сковородку слегка смазываем растительным маслом. Выкладываем баклажаны в холодную прям сковороду. Сковородку накрываем крышкой и доводим баклажаны до полупрозрачности. Полупрозрачные баклажаны снимаем на тарелку и даем им слегка остыть. Пока остывали баклажаны, я подготовила остальные продукты. Почистила и нарезала перец, помидор, натерла на терке сыр и измельчила зубчик чеснока. Теперь с баклажанов нужно снять шкурку. Она очень легко снимается. Можно почистить было баклажаны, пока они были сырые, но таким образом мы снимаем шкурочку совсем прям тоненькую. И баклажаны у нас при тепловой обработке не разваливаются. С баклажанами управились, теперь приготовим намазку для пиццы. Для этого смешаем томатный кетчуп, 2-3 столовых ложки. Добавляем 1 столовую ложку майонеза, зубчик чесночка измельченный. И сюда же добавим черный молотый перец и сушеную зелень базилика. Или свежую можно добавить. Все это хорошо перемешиваем. Посмотрим, что у нас происходит с тестом. Тесто прекрасно подошло. Можно приступать к разделке пиццы. Смазываем руки растительным маслом. Обминаем хорошо тесто. Делим мебу напополам. Потому что тесто, которое мы приготовили, достаточно для изготовления 2 пицц диаметром 30 см. Кусочек теста заворачиваем аккуратненько вот так вовнутрь. Все шарик делаем ровненький. Делаем это для того, чтобы у нас получился ровный идеальный круг пиццы. Смазанными в масле руками аккуратненько растягиваем кусочек теста. Делаем из него ровный круг диаметром 30 см. Перед тем, как разделывать пиццу, не забудьте противень смазать растительным маслом. Подложку для пиццы нужно растягивать в несколько этапов. Так как тесто свежеприготовленное собирается в кучку. Немножечко растянули. Дали тесту отдохнуть. И повторяем эту процедуру несколько раз, пока не добьемся круга, который нам нужен. Сформированную подложку для пиццы намазываем соусом. Оставляем возле края небольшой бортик. Когда тесто подойдет, у нас получится ровная красивая каемочка у пиццы. Теперь слоями выкладываем начинку. Баклажаны, грибы, помидоры и болгарский перец. Грибы у меня были замороженные. Когда они размёрзнутся, с грибов нужно отжать всю воду. Сверху пиццу посыпаем толстым-толстым слоем сыра. С разделкой пиццы управились. Можно ставить разогреваться духовку до 180 градусов. Пока разогреется духовка, подложка под пиццей подойдет. Духовка разогрелась. Отправляем пиццу на выпечку. Печется она недолго, примерно минут 15-20. Пролетело 20 минут. Именно столько запекалась пицца в моей духовке. Пицца зарумянилась, значит она готова. Перекладываем ее на блюдо и с полужару подаем ее к столу. Я надеюсь, что вам понравится такая пицца. Всем приятного аппетита и пока-пока! Продолжение следует...